Ребята, всем привет! Сегодня мы продолжим заниматься вот этим мощным электродвигателем на неодимовых магнитах. Мощностью 15 киловатт и вот этим вот огромным метровым винтом. Сегодня мы узнаем, какая у этой системы тяга максимальная. В прошлый раз мы остановились на том, что регулятор оборотов просто не потянул этот двигатель. То есть здесь, скорее всего, настройка неправильная и нужно его перепрограммировать. Все это делается через компьютер и предустановленную программу. Я взял с собой ноут. Кстати, это подарок от подписчика, ребята. Догадайтесь от кого? Интересно, догадаетесь вы или нет? Пока обзор я на это дело не делал, но он уже понадобился. Поэтому будем программировать именно с помощью этого ноутбука. Вставляем разъем с регулятора в ноут. USB порт обычный. И теперь нужно открыть специализированную программу. Вот так. Здесь можно изменять настройки, коих великое множество. Но пока что видим, что регулятор не подключен. Попробуем другой порт. Все, все позеленело. Все, ребята, подключилось. Видно, написано AIR 3-24s. То есть этот регулятор поддерживает до 24s батареи. До 100 вольт он поддерживает. Получается даже больше, чем нужно. Двигателю нужно 70 вольт и около 200 ампер. Мне подписчики посоветовали поменять тайминги. То есть здесь у меня установлено 2, это угол опережения. Посоветовали поставить до 30. Давайте попробуем поставить. В прошлый раз, когда я давал на всю, двигатель отказался раскручиваться после 50 процентной нагрузки где-то на 50 вольтах. Сейчас подключим точно так же и будем тестировать на этом же режиме. Но перед этим нужно сохранить настройки. Нажимаем кнопочку. Все готово. Кстати, программа называется вот так. Прикручиваем движок опять на доску. Зажимаем крепко-накрепко струбцинами. Все подключаю и ставлю винтик обратно. И да, ребята, я вас услышал. Сделал балансировку вот здесь. Теперь эта деталь сбалансирован. Вибраций вносить не будет. Но в прошлый раз движок отрубался не из-за вибраций, а из-за какого-то перегруза. То есть что-то было не то в настройках регулятора. Потому что сам по себе движок он чрезмерно мощный для этого винта. Этому винту нужен двигатель по моему максимум 8 киловатт. И он уже сколько тяги выдает на этих киловаттах. Здесь же 15 киловаттный движок. Он толще в 4 раза того движка, который должен быть. И соответственно он просто обязан вытягивать, но не вытягивает. Сейчас наша задача все настроить и уже идти на улицу измерять, сколько килограмм будет. Я затарился дополнительно батарейками, чтобы было 6 штук. Чтобы можно было создать энергоустановку 70 вольт 200 ампер. Надо немного в сторону отойти для безопасности. Как же страшно то все время это делать. Пищит знатно. Пищит знатно. Почему-то не работает. Что же тебе надо? Неужели тайминги какие-то сверх неправильные поставил? Слишком много возможно. Не работает. Перекалибруем значит. Так. Все. Я пошел. Вообще что-то. Ну это прям совсем не то что-то. Не помогает ничего. Так и не смог я настроить мощный регуль. Точнее он настраивается. Все происходит. Иногда даже движок запускался. Но как-то все равно работает не в адеквате. И постоянно уходит в программируемый режим. То есть режим, когда он сам пикает. И по пикам по этим надо программировать. А правда жизни с этим регулятором такая, что я только полтора киловатта смог с него выжать. Проверял специальным устройством. Он измеряет амперы, измеряет вольты, ватты. Все измеряет. Ребята, что я тут только не делал. Изменял абсолютно все настройки. Ничего не меняется. Все равно движок не хочет выходить на мощность. Я его фактически руками останавливаю. Снял винт и сейчас вам покажу, как это происходит. То есть я до такой степени обнаглел, что позволяю себе даже такое безобразие. А еще очень интересно, как он запускается на этом регуляторе. Во-первых, как-то очень жестко. А во-вторых, смотрите. Даю ему сразу пол газа, даже больше. Он сначала делает вот так. А потом запускается. Смотрите, ребята, дал ему пол газа и буду останавливать руками. Двигатель, который должен выдавать 15 киловатт. Смотрим. Вообще никаких проблем, видите? Ни малейших проблем. Он просто отключается. Давайте поставим другой регулятор и попробуем. У меня есть отличнейший регулятор, который я постоянно использую. Он на 80 ампер. Я его присобачил на радиатор на компьютерный, на такой мощный, чтобы он не перегревался. И пробую абсолютно все с ним. Даже 100 ампер периодически даю. Он отлично работает. Вы сейчас убедитесь, что здесь он будет тоже отлично работать. Итак, вот этот супер мощный регуль я отключаю. Останавливать я не пробовал двигатель на нем, но уже пробовал запускать. Вообще я изначально на нем запускал. Запускается очень мягко. Сделал даже уже хорошие переходники, чтобы можно было удобно подключать. Так как регулятор гораздо слабее, то и проводы тонкие. К сожалению, шайтан коробка отказывается работать. 380 ампер должна выдавать. Ну я не знаю, что с ней делать. Я уже полтора дня провел в обнимку с компьютером и с ней. И просто не понимаю, что мне дальше делать. Пересмотрел кучу видосов по настройкам этого девайса. Все я правильно делаю, все нормально. Все у меня работает, но не так как надо. Подключаем то нормальный регуль. На него нельзя 70 вольт подавать. Но 50 можно. Он может выдать 5 киловатт энергии. Без проблем. Тут совсем другое дело. Все, он готов, ребята. Видите, он и потихонечку может крутиться. И он не делает перед кручением. И работает отлично. На остановке я его не проверял. Ну давайте попробуем, что получится. Сильнее он сопротивляется или так же? Здесь обороты даже меньше, чем на том. Видите, он не отрубается здесь. Он немного замедляется. Может даже сильно замедляется, но не отрубается. Вот так. Сейчас подключу ваттметр и мы замерим мощность торможения руками. Мощность показывается вот здесь, в ваттах. Как видим, на холостую потребляет очень мало мощности. Всего лишь 125 ватт. Ну а теперь притормаживаем. 200 ватт, 300 ватт, 500 ватт. 2 киловатта вырабатывалось. Если добавить оборотов, то наверное еще будет больше. До 3 киловатт дошло. Чуть не сгорели перчатки. Все, хватит экспериментировать, ребята. Это все очень опасно. Никогда не делайте так. Сейчас перекручу его в другое место и будем пробовать на тягу. Смотреть, говорю, будешь? Нет? У меня уже почти все готово. Подключаем. Полетели, говоришь? Стартуем. Вроде бы все показывает. Приборы работают, ваты показываются. 70 ватт, 200, 300. Больше давать не будем пока. Надо цепь подсоединить. Вот она родимая. Чтобы еще и тягу измерить. Тяга у нас вот на весах. Весы до 150 килограмм могут измерить тягу. Сильно тянет? Не очень. 502. Надо отходить. Ворота закрываются. Надо газу давать. Киловатт. 10 килограмм тяги на 1,3 киловатта точнее. Отходим. 3,3 киловатта. Я думал побольше будет. 20 килограмм. Так оно не на всем мощно. Регуль просто не тянет мощно. Он поставил всего лишь 3 киловатта вытягивает. Я готов. Сейчас мы проверим, сколько винт дает тяги на 1 киловатта, на 2 и на 3. 970 ватт. Давай до 2. Хорош? До 3 давай. Вот так. 3 киловатта. Всё, выключай тогда. Вот такие показатели. Кстати, очень круто на 1 киловатте 8 килограмм тяги. На 3 киловаттах по идее в три раза больше должно быть. Но так никогда не бывает. На большой мощности они менее эффективны. Вот эти двигатели не греются. Холодный. Еле-еле теплый. Регуль тоже нормальный. Вот такие вот дела. Остается только догадываться, сколько тяги получилось бы, если бы запитали на 15 киловатт, а не на 3. Всё, теперь точно стартуем. Сделал супер полетную установку, которая может уменьшить мой вес. Давай потихонечку. Страшно, однако. Давай, давай. Давай, давай. Это было жесть. Ты на всю давал, признавайся честно? Знаю, наверное. Ладно, ребята, у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. Бейте в колокол. Всем пока, до новых встреч.